Гуд Ньюс в эфире второго канала. У нас для вас только хорошие новости. Сегодня расскажем о переезде к Одесскому училищу, очередных планах местной власти, бездомных животных и погоде. С вами Екатерина Брасукова, всем здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Ярмарка пройдет в Управлении по труду, занятости и социальной защите по адресу улица Космонавтов, 17. Соискателей ждут с 11 до 12 часов. Сразу два события отпраздновало Могилевское областное кадетское училище. 16 день рождения и новоселье. Новая база учебного заведения открылась на улице Космонавтов, где ранее располагался лицей номер 5. Полностью отремонтированное четырехэтажное здание, свой стадион и большой плац. О таком кадеты и преподаватели училища могли только мечтать. Могилевское областное кадетское училище поменяло место дислокации. Торжественное открытие нового учебного корпуса по улице Космонавтов состоялось 8 октября. С новосельем коллектив училища приехали поздравить высокопоставленные чиновники, представители силовых структур, военного комиссариата, областного экономического судов, института МВД и другие. Руководству училища были вручены денежные сертификаты на развитие материальной базы, комплекс спортивных тренажеров, лучшим кадетам именные часы, преподавателям благодарственные письма и грамоты. Учить и учиться теперь в училище намного комфортнее. В новом корпусе созданы современные условия для учебного и воспитательного процессов. Мультимедийное оборудование в аудиториях, новая мебель, светлые и просторные кабинеты, актовые спортивные залы, столовая на 180 мест, общежития с трехместными комнатами, большой стадион и плац. Все сделано для очень хорошего образования. И то, что выпускники этого училища, 80% поступают в высшее учебное заведение, говорит само за себя. Это прекрасно. Я думаю, что все сделано для повышения качества такого обучения. Еще раз говорю, что здесь уникальное образование. Думаю, что каждый молодой человек мечтал об этом. Учиться так, получать такое образование. Здесь и танцы, и бальные танцы, и английские языки, и стрелковая подготовка. В общем-то, все, с чем мечтают молодые люди. У руководства училища далеко идущие планы. Прежде всего, это дальнейшее укрепление материально-технической базы с целью повышения эффективности обучения и воспитания будущих защитников Отечества. Планируем здесь сделать отличнейший ремонт. Именно сделать базу спортивную. Прежде всего, это рукопашный бой, тренажерный зал. Обязательно хороший тир должен быть. Мы планируем разделить его на две части. Это пневматический тир и лазерный тир. То есть, все для обучения будущих защитников нашего Отечества. Конечно же, тренажерный зал, как я уже сказал, и обязательно зал хореографии. За 16 лет у училища своя история. Оно прошло переименование от Могилевской кадетской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до Могилевского областного кадетского училища в 2012 году. Сегодня здесь обучается более 150 кадетов от 13 до 17 лет. В это училище поступают после седьмого класса. Отбор жесткий, только лучший. И в отличие от школ, здесь ученики находятся 24 часа в сутки от подъема до отбоя. Обучение поставлено на серьезный военный уровень. Подтверждение тому цифры. Более 80% выпускников становятся курсантами высших учебных заведений страны. Городские власти все еще решают, чем наполнить так полюбившийся могилевчанам, да и гостям города новый парк в Подниколье. В планах чиновников строительство там парка аттракционов. Корреспондент Могилев Ньюс уточняет, что речь идет о современном парке развлечений для разновозрастных посетителей, оснащенном современным оборудованием. Планируется установка колеса обозрения, американских горок, тематических аттракционов, основанных на национальных традициях и исторических фактах с географической отсылкой к региону. Территорию парка аттракционов разделят на крытую и открытую части. Идея, конечно, очень хорошая, но осталось сделать главное – найти инвесторов, чем городские власти уже и занимаются. Ну а пока мы спросили прохожих, а что они хотели бы видеть в парке. Ну я считаю, прежде всего можно было бы поставить какие-нибудь аттракционы, потому что тут по выходам собирается большое количество людей и было бы вполне интересно. И даже с маркетинговой стороны это был бы разумный ход. Я считаю, что самым популярным местом или аттракционным среди молодежи было бы колесо обозрения, потому что из-под Николья открывается хороший вид на октябрьскую часть города, Занепровье. И вообще, в принципе, был бы виден Днепр, мост, это было бы очень красиво. Так что что-то такое обозревательное там было бы очень классно. Хотелось бы больше объектов для развлечений, растений побольше, ну мест для отдыха. Я думаю, ну чтобы был парк развлечений. Магазин. Магазин чего? Напиток. А, то есть продуктовый магазин? Да. А еще что-нибудь? Все, хватит. Хватает. Здесь же появится ресторан национальной белорусской кухни, сделанный из, ну, по возможности, бревен таких толстых, чтобы был атрибут белорусский. Здесь, на самом деле, освещения недостаточно в том плане, что освещение только в первой части парка, а дальше его нет уже. И, то есть, в темное время погулять там подальше уже как-то неудобно. Ну, концерт, ну да, она довольно-таки, ну, она невместительна будет. Ну, хотя минимальную тоже можно. Тоже довольно-таки, ну, неплохая идея. Могилевские школьники спасают бездомных животных. Мы познакомились с волонтерами неофициального движения «Забота». Пока группа ребят совсем небольшая, всего 9 человек. Но одного желания помочь другим бывает достаточно для большого поступка. Родители дают им деньги на карманные расходы, а они покупают корм для бездомных животных. Эти ребята – волонтеры неофициального движения «Забота». Название их пока еще не многочисленной группы говорит само за себя. Цель – заботиться о братьях наших меньших. Впереди зима, и кто, как не люди, в силах помочь беспомощным четвероногим друзьям, которые в холодный период года особенно нуждаются в заботе. Мы пытаемся людям объяснить, чтобы они помогали, и также мы пытаемся по своей возможности подкормить каждого бездомыша, и мы не проходим каждого, и пытаемся на него обратить внимание. Ребята уже несколько раз проводили акцию по информированию жителей города на тему помощь бездомным животным. На улицах города они раздают листовки с просьбой не оставлять без внимания четвероногих и оказать им посильную помощь. Негативной реакции прохожих на проводимую акцию мы не увидели. А вот похвалить ребят за их неравнодушие желающие нашлись. Я согласен о том, что надо любить всех и все, и природу, и животных. Однако у нас живодеров хватает по этой жизни, которые издеваются и даже могут и пинка дать. Поэтому правильно все делают наши детки, школьники. Дай Бог им здоровья. Ну а животным хороших рук. Дворы и подвалы домов – это те места, где зачастую прогуливаются волонтеры в поисках своих подопечных. Вот один из дворов в центре города. На клич ребят мгновенно выбежали несколько испуганных и голодных котов. Как говорится, чем смогли, тем помогли. Благодарность четвероногих не заставила себя долго ждать. Если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению «Забота», ищите группу ВКонтакте и пишите администратору. Здесь рады каждому. Оранжевый уровень опасности объявлен в Могилевской области в связи с сильным туманом. ГАИ призывает всех участников дорожного движения к предельной осторожности. Туман является одной из самых серьезных опасностей на дороге, значительно ограничивая видимость. Госавтоинспекторы напоминают водителям об использовании противотуманных фар, соблюдении дистанции и скоростного режима, а пешеходам о необходимости быть заметным и использовать световозвращающие элементы. Хорошая новость о спортивной жизни Могилевщины. Представительница Могилевской области завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике, пишет информагентство «Могилев Ньюз». Дарья Наумова в весовой категории до 81 кг завоевала серебряную награду в двоеборье, набрав в сумме упражнений 245 кг. Она стала обладательницей малой бронзовой медали в рывке и выиграла золото в толчке. Победила в этой категории по сумме двоеборья спортсменка из Испании. А на сегодня у нас все. Делитесь с нами хорошими новостями. Звоните по телефону 708-333 или пишите сообщение в нашу группу ВКонтакте. Смотрите Гуд Ньюз, живите на позитиве. До встречи.